Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бакусаки, он провел расширенное заседание Межъедомственной комиссии, координирующей работой по предотвращению нового коронавируса. На заседании присутствовали представители законодательно-исполнительной и судебной властей. Президент обратился с посланием гражданам республики, сообщив, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в НКР с 12 апреля по 12 мая. Режим введен в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса. По решению коменданта, госминистра НКР Григория Мартиросяна, на всей территории республики или в отдельных общинах может быть запрещена реализация отдельных видов экономической деятельности. По решению коменданта может быть также введен временный запрет на экономическую деятельность отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также продажу сельхозпродукции на рынках физическими лицами в тех местах, в которых не соблюдены правила, установленные решениями и указаниями коменданта. На протяжении всей чрезвычайной ситуации прекращается учебный процесс в государственных, негосударственных, общеобразовательных, в том числе дошкольных образовательных учреждениях. Ограничение, установленное данным пунктом, не распространяется на военные образовательные учреждения. Кстати, сегодня состоялось первое заседание комендатуры. Выборы содержат в себе наименьший риск. Об этом вчера в прямом эфире Арцахской общественной телерадиокомпании заявил кандидат в президент Арцах Арай Карутюнян, комментируя вопрос об обеспокоенности в связи с проведением второго тура выборов и в условиях пандемии коронавируса. С точки зрения заражения наши ежедневные контакты, обычная жизнь опаснее выборов, во время которых соблюдаются правила, сказал он. Тем не менее, Арай Карутюнян призвал пожилых людей, граждан, имеющих проблемы со здоровьем, не участвовать в голосовании. Напомним, что из кандидатов во второй тур прошли Арай Карутюнян и Масис Маилян. Масис Маилян призвал не участвовать в выборах в условиях пандемии. Он также отказался от участия в теледебатах. Второй тур президентских выборов в Арцахе состоится завтра, 14 апреля. Выборы в Арцахе имеют важное значение с трех точек зрения – права человека, региональной безопасности и мирного процесса. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Она, в частности, отметила, с выборами в Арцахе реализуется право народа Арцаха на управление общественной жизнью. Избранные власти в Арцахе продолжат обеспечивать всеобъемлющую безопасность народа Карабаха. Естественно, Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха. И, в конце концов, избранные власти Арцаха должны получить и иметь мандат народа НКР для их представления в переговорном процессе. В этом смысле выборы более чем важны. Власти Арцаха приняли свое решение, рассчитав все возможные риски, написала Анна Нагдалян. Министерство здравоохранения НКР сообщает, что на данный момент в Арцахе новые тесты на коронавирус не проводились. Накануне гражданину, которого подтвержден коронавирус, из медобъединения Карвачара Шаумянского района переведен в Шушинское медобъединение. Пятеро членов его семьи, которые до этого момента были самоизолированы, будут перемещены на изоляцию. Выделенное учреждение, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Признаков, характерных для болезни, нет. Таким образом, в Арцахе подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом. Послушайте материал, подготовленный Карене Мусайлян. В связи с проникновением нового типа коронавируса в Арцах, Международный комитет Красного Креста в НКР адаптировал свои программы. Об этом нам рассказала представитель миссии Этери Мусаэлян. Миссия Международного комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией у нас уже в Карабахе решила переориентировать свою деятельность. И поэтому уже на прошлой неделе мы перечислили 432 одиноким пенсионерам Карабаха по 50 тысяч драм к каждому. Цель деятельности заключается в том, что одинокие пожилые люди, они находятся в зоне риска заразиться данной болезнью и перенести ее тяжело. Поэтому, чтобы они сохраняли эту социальную изолированность и не общались с другими, у них будет возможность на эти деньги закупиться необходимыми продуктами, медикаментами, которые им нужны, и как бы долгое время не выходить из дома. Миссия Красного Креста ознакомила пожилых людей с правилами поведения в период пандемии. Почти все одинокие пожилые люди получили личные персональные звонки от сотрудников Красного Креста. Во время этих звонков им было объяснено несколько базовых примеров поведения, как себя вести, что делать сейчас. Превентивные меры имеются в виду, чтобы быть в более безопасности. И также миссия установила круглосуточную горячую линию для них, чтобы, если, например, были какие-то трудности с получением этих денег, они смогли связаться с нашими коллегами. Они также сотрудничают с различными госструктурами, отметила Этери Мусаэля. Также миссия находится на постоянной связи, установила свой двусторонний диалог и продолжает его со службами, со всеми структурами социального обеспечения, соцзащиты, чтобы посмотреть, где есть нужды и как миссия может откликнуться на эти нужды. Продолжаем передачу. В период с 5 по 11 апреля на линии соприкосновения вооруженных сил НКР Азербайджана противник нарушил режим перемирия свыше 120 раз. Как сообщили в Минобороны, противник произвел около 1200 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра по карабахским позициям. Передовые воинские части армии обороны владеют оперативно-тактической обстановкой и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Послушайте интервью, подготовленное Карина Мусаэлян. Угроза эскалации напряженности на наших границах всегда есть, начиная с момента подписания перемирия. Азербайджан постоянно угрожает возобновить военные действия и решить вопрос силовыми методами. Этому свидетельствует апрельская война 16-го года, многочисленные попытки диверсии. О напряженности на границах мы поговорили с замредактора газеты «Голос Армении» Мариной Григоря. Марина, Вы не раз в своих статьях обращались к теме эскалации на границе Арцаха и Азербайджана. Но сегодня есть попытки диверсии на границе Армении с Азербайджаном. На Ваш взгляд, с какой целью это делается? Сегодня мы видим, что Азербайджан обостряет ситуацию на армяно-азербайджанской границе не в Арцахе, а на Нахичеванском направлении. Были обстрелены также села Иджеванского района на границе. То есть мы видим, что Азербайджан целенаправленно, исходя из своих совместных с Турцией стратегических и тактических целей, они переносят градус напряженности скорее на армянскую границу. Это делается с многочисленными целями, в том числе проверить возможную реакцию ОДКБ, либо показать, что Россия не приходит на помощь своему стратегическому партнеру. Они забывают о том, что и ОДКБ, и Россия как стратегический партнер Армении могут отреагировать только в том случае, если Армения сама обратится. Сегодня такой необходимости нет. Естественно, это делается как бы чисто провокационные цели. И эти границы сегодня оказались даже более актуальными в плане обострения напряженности, чем Арцахская граница. Однако, возможно, что это все делается еще и с целью отключения от Арцаха, поскольку здесь, естественно, вот эта угроза эскалации, она всегда более чем актуальна. Как Вы думаете, из-за резкого падения цен на нефть на международном рынке, а следовательно и ухудшения экономической ситуации в странах, экспортирующих нефть, я имею в виду, в частности, Азербайджан, может это обстоятельство подтолкнуть Баку к новым провокациям? Безусловно, мы всегда это замечали, что когда ситуация в Азербайджане ухудшается, падение цен на нефть и сокращение государственных доходов в казну, сокращение личных доходов многих чиновников в Азербайджане. Это всегда может привести к социальному недовольству в Азербайджане, потому что приводит к росту цен на котлеты, товары, к ухудшению социально-экономической ситуации, и у Алиева всегда остается так называемый, в кавычках, громоотвод в виде Арцахского фронта, куда он всегда будет стремиться перенаправить недовольство своих граждан. Несмотря на то, что международные организации выступают за мирное урегулирование и призывают правительство подготовить народы к миру, Азербайджан на государственном уровне ведет армянофобскую политику. К сожалению, это государствообразующая политика Азербайджана, и мы должны быть всегда готовы и контролировать ситуацию, исходя из собственных интересов. Наш выпуск завершает информацию о погоде во вторник, 14 апреля. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 м в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 5, днем 7, 17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин